Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал «Амаркетс», оставляйте ваши вопросы в сексе с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что поскольку сегодня понедельник, мы проведем традиционный вебинар, правильный понедельник, в ходе которого обсудим ту тему, которая наберет больше всего ваших голосов в нашем телеграм-канале. То есть в нашем телеграм-канале, надеюсь, вы уже подписаны, мы запустим голосование, предложим несколько топиков на выбор и та тема, которая будет больше всего востребована, станет центральной в ходе моего предстоящего выступления. Что касается текущей недели. Основные отчеты. Сегодня, друзья, будем анализировать данные по ВВП Англии. Далее в 12.00 по GMT, данные по инфляции в Германии. В 17.00 выступление главы американского регулятора Джерома Паула. Мы на прошлой неделе тоже ждали его выступления, но в итоге по факту не получили каких-то конкретных заявлений и комментариев относительно перспектив американской денежно-кредитной политики. Кто знает, может быть, сегодня будет все-таки сказано пару слов относительно планов РС по снижению процентной ставки в ноябре и в декабре. Нам бы эта информация точно не помешала, потому что если вы разделяете мою точку зрения и также, как и я, уверены в том, что мы можем дождаться еще одной снижения ставки на 50 пайсных пунктов до конца этого года, то любой сигнал в пользу такого сценария может усилить давление на курсы американского доллара и отправить индекс доллара, за которым мы следим, уже наконец-таки, друзья, ниже 100 пунктов. И судя по тому, как мы приближаемся сейчас к этому психологическому заветному рубежу и учитывая то, что в рамках этой недели мы ждем несколько очень резонансных фундаментальных отчетов из США. Я допускаю то, что мы можем преодолеть этот уровень. Что касается событий среды. В среду будем анализировать статистику по американскому рынку труда LDP. Этот отчет предваряет выход пятничных non-farm perils. Также я рекомендую обратить внимание на протоколы заседания Банка Англии. Тоже важное событие, по сути, поможет нам разобраться в действиях от британского регулятора. Но, опять же, если делать акцент на действия британского регулятора, там тоже более-менее все понятно. Мы ориентируемся на то, что Банк Англии пока что не будет торопиться со снижением ключевой процентной ставки и используем вот этот вот временной лаг для того, чтобы удерживать эти длинные позиции и потенциально дождаться по паре фунт-доллара отметки 1.35. В четверг статистика из США, СМ в сфере услуг. Очень важный отчет, кстати, во вторник выйдет аналогичный релиз, то есть такая же объективная оценка только производственного сектора. Помимо данных АСМ в четверг нас ожидает еще слушание по инфляции в Англии. И это, пожалуй, за последние две недели важнейшее фундаментальное событие для британского валютного актива. Потому что все, что делает Банк Англии, сейчас завязано на ситуации с инфляцией. Вот на контрасте все, что делает сейчас ФРС, уже завязано далеко не на ситуации с инфляцией, а на оценки общей картины на американском рынке труда. Помните, еще на симпозиуме в Джексон Холле Джером Пауэлл дал понять то, что фокус внимания американского регулятора теперь смещен на рынок труда, где действительно очень серьезные проблемы. Ну и в пятницу, друзья, non-farm perils. Это событие точно не даст нам скучать. Поэтому имейте в виду, что в рамках этой недели, пока мы будем ожидать это событие, движения будут достаточны, ну и в пятницу на закрытии пятидневки, волатильность точно будет бить рекорды. Учитывая, что многие инструменты остаются вблизи многолетних минимумов и максимумов, в зависимости от того, какой актив посмотреть. Поэтому трендовая динамика может усилиться. Обязательно контролируйте риски, следите за загрузкой депозитов. И снова повторяю, что если вы новички на финансовых рынках, нужно, друзья, разобраться, что такое риск-менеджмент. И вам в этом помогут специалисты о маркет, персональные менеджеры, которые есть у каждого клиента нашей компании. Обратитесь, задайте вопрос и вас обязательно проконсультируют. Ну а теперь вкратце по основным инструментам. Индекс доллара 100.20, текущие котировки. В пятницу мы ждали индекс PC, индекс расходов на личное потребление. Это важный индикатор оценки текущей ситуации с инфляцией. По факту увидели те значения, которые прогнозировались рынком. 2,7% с роста 2,6%. Казалось бы, рост индекса цен расходов на личное потребление – это то, что должно убедить нас в том, что американский регулятор может не согласовать масштабное снижение процентной ставки, потому что мы видим то, что дезинфляционный тренд замедлился. Ну, честно говоря, опять же повторюсь, сейчас ФРС в меньшей степени следит за инфляцией. И реакция рынка, и то, как изменялись настроения, и то, как изменялись показатели индикаторов этого ЧТУЛ, доказывают нам то, что рынок вяло отреагировал на отчет PC. Чего нельзя сказать про динамику личных доходов, личных расходов. Кстати говоря, здесь плохие цифры, если сравнивать с тем, что было 2 месяца назад, и тем, что ожидали эксперты. И в итоге, на выхлопе, если подытожить вообще все релизы прошлой недели, начиная от индекса в PMI, потом заказан товар длительного пользования, годовые данные по ОВП, первичные заявки на пособие по безработице PC, личные доходы, личные расходы, вероятность того, что американский регулятор снизит процентную ставку в ноябре на 50 байсных пунктов, сейчас составляет 54%. Это выше, чем было до выхода пятничного отчета PC. Также, продолжая рассуждать, влияет ли статистика на рыночное настроение, безусловно, влияет. И опять же, подвожу вас к тому, что если для Федрезерва имеет такое большое значение сейчас общая ситуация на рынке труда, то, поверьте, данные ADP и потом в пятницу non-farm parallels очень сильно скажутся на рыночных настроениях. И, как я уже отметил, и надеюсь, вы помните мою точку зрения и мое мнение относительно того, что происходит на американском рынке труда. Я скептик, я не жду хорошего отчета, я ожидаю снова плохой показатель, поэтому верю в то, что вероятность снижения ставки на 50 байсных пунктов станет еще выше. И в этой связи сохраняю короткую позицию по доллару. Лиза Кук, еще один представитель американского регулятора, в пятницу тоже поддержала идею того, что в ноябре нужно снижать ставку на 50 байсных пунктов. И все больше, кстати, чиновников РС поддерживают такую точку зрения. Золото 2653 доллара за тройскую унцию. Сегодня я скажу только одно. Сантимент рыночных настроений сейчас 50 на 50. То есть, возможно, толпа и покупатели, которые ликовали в последние две недели, каждый день обновляя локальный максимум, скорее всего, наигрались и, вероятно, достигли того первого уровня, где можно передать инициативу продавцам. Я допускаю такой сценарий, поэтому призываю как раз, друзья. Если вы еще находитесь в длинных позициях, ну, просто примите точку зрения, что всех денег не заработаешь. Иногда лучше фиксировать результат, фиксировать и закреплять тот профит, который есть. Если картина изменится, мы увидим, что толпа снова залезла в короткие позиции, то мы найдем точку входа на повтор на открытии длинных позиций и будем эту сделку сопровождать. Но сейчас, особенно в преддверии выхода Non-Farm Perils, с учетом того, что у нас показывает сантимент, лучше, наверное, занять статус-кво и воздержаться от трейдов по рынку драгоценных металлов. Пара евро-доллара 1.1160. Последний опрос Reuters показывает то, что инфляция в конце этого года, точнее, инфляция в перспективе 12 месяцев, вот такой опрос проводится по поводу ожиданий инвесторов того, как будут меняться потребительские цены, указывает то, что инфляция будет на уровне 2,8%. Это значительно выше прежнего прогноза Европейского центрального банка. Но на опрос Reuters я бы всецело не полагался. У нас будет два релиза на этой неделе данные по инфляции Германии и еврозоны. Вот там попробуем уже по факту на реальных цифрах понять, что происходит с инфляционным давлением. Я, опять же, за идею того, чтобы ЕЦБ отложил снижение ставки до конца этого года, так же, как и Банк Англии. Но шансов, кстати, у Банка Англии сделать это гораздо больше, чем у ЕЦБ. И я не верю в рост, точнее, в ослабление позиции европейской валюты, когда так сильно слабеет американский доллар. Поэтому, как и раньше, 1,12 – это ближайший целевоориентир. Пару фунт-доллар, 1,3380. Ждем выход протокола заседания Банка Англии и слушания по инфляции. Ранее были отчеты по росту цен в сфере услуг. Он составил 5,6% в годовом выражении. Рост заработных вклад остается крайне высоким – 5,1%. Ну, конечно же, невозможно при таких показателях добиться стабильного удержания инфляции в районе 2%. Поэтому понятно отсутствие энтузиазма Банка Англии касательно того, что задача по стабилизации потребительских цен выполнена. И почему Банк Англии до сих пор не переходит к смягчению экономической политики? Потому что опасается, что инфляция может снова перейти к развитию восходящего тренда. Я тоже в этом уверен, что лучше пока ничего не делать и оставить ставку высокую, по крайней мере, до тех пор, пока заработные платы не вернутся в район 2-3%. Но на это потребуется много времени. Я думаю, что больше полугода. Нам дотянуть нужно до конца этого года и убедиться в том, что Банк Англии пока не намерен смягчать национальную монетарную политику. Доллар канадец 1.3510. Готовимся к заседанию Банка Канады 23 октября. Уверен, что ставка будет снижена на 50 байсных пунктов. Поэтому у пары доллар-канадец есть очень хорошие шансы на то, чтобы продолжить развитие восходящей динамики. Также жду роста по паре доллар-франк 0.8420 текущей котировки. В пятницу решение Национального банка Швейцарии снизить ключевую процентную ставку. Это правильное решение, учитывая ослабление операционного давления. И это еще не предел, потому что по прогнозам Джордана ставка может быть скорректирована еще на 50 байсных пунктов. Доллар-франк – отличная сделка и очень перспективная рекомендация на долгосрок. Нет сомнений в том, что мы в перспективе 6 месяцев можем увидеть значение 0.87-0.88. Доллар-иена 142.40. Главное событие, которое наиболее обсуждалось в конце прошлой недели – это назначение нового премьер-министра либеральной демократической партии Японии – Исиба. Мы знаем то, что он сторонник жесткой монетарной политики и всегда был острым, таким приятным критиком того, что происходило с иеной. И, по его мнению, просто недопустимо дальнейшее ослабление курса национальной валюты. В этой связи, друзья, делаем вывод о том, что когда он станет премьер-министром, он будет влиять на решение Банка Японии. И, думаю, мы увидим дальнейшее активное повышение ключевой процентной ставки. Цель по паре доллар-иена 140 иен за доллар. И я снова в деле, я снова буду сопровождать эту сделку и подсказывать вам, как меняется новостной фон и стоит ли нам менять и корректировать с этим целевым ожиданиям. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока.